Вот такая забавная видеонарезка промелькнула у нас на экране. Ну а прямо сейчас давайте представляем вам нашу гостью. Джархана Токанова, дерматокосметолог, человек, который нам сейчас расскажет, как же ухаживать за кожей лица, вообще за кожей, что делать для того, чтобы весной мы сияли и блестели. Джархан, доброе утро, спасибо вам огромное, что вы присоединились к нам. И действительно, сейчас вот меняется сезон, мы все, скажем так, я думаю, не только женщины, но и мужчины, немножко устали от отсутствия витаминов, это не могло не сказаться в том числе и на нашей коже. Я уверен, что сейчас благодаря вам мы узнаем, что же предпринять такое, при том, я так понимаю, своими подручными какими-то средствами для того, чтобы омолодить, обновить и подготовиться вот уже к весне, к лету с хорошей кожей. Да, конечно, сейчас вот весенняя пора, а витаминоз отражается и на организме, и на коже. Поэтому можно из домашних продуктов и употреблять, и можно изготавливать различные маски для питания кожи. Вот из этих фруктов и овощей, которые у нас стоят сейчас на столе, что можно с чем комбинировать и какую маску можно придумать? Ну, во-первых, я хочу сказать вот про кожу, да, кожа, это у нас является самым большим органом, выполняет очень множество функций и нуждается в уходе, конечно, в витаминах. Поэтому, например, если взять вот элементарно, да, вот мы каждый день употребляем фрукты, бананы, можно их кушать, а также, например, взять один банан, размять, добавить сметану и сделать масочку. Напитает кожу, увлажняет от сухости, в общем, помогает. То есть, правильно я вас услышал, у вас просто берется банан. В каких пропорциях? Вот скажем, сколько сметаны добавлять на один банан? Ну, это, ну, просто элементарно. Половину банана размять вилочкой и одну чайную ложку сметану добавить, все размешать, да, размешать и в виде маски накладывать на лицо. Полчаса посидеть и смыть. А вот у нас здесь еще есть киви, яблоки, из них какую маску можно сделать? Да, например, у нас в регионах женщины, естественно, не могут посещать косметолога. Киви очень богата витамином С, а также выполняет роль пилинга. Поэтому кожу нужно сначала очистить, потом киви также размять, помазать на лицо, ну, минут 5 достаточно. Она снимает старую кожу, очищает поры, а затем можно делать любые маски из любых фруктов. То есть, косточки, они действуют как скраб, да, наверное? Да, косточки, а также в сердцевидной киви находится специальная кислота фруктовая, вот эта кислота чайную кожу. То есть, это не столько даже маска, сколько вот некое подготовительное действие перед тем, как… Да, 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 потому что, ну, женщины не могут посещать, не могут такие дорогостоящие процедуры делать и пилинги оплачивать. Вот домашнее средство очень доступное. А едем дальше. Еще здесь у нас есть зелень, яйца. Из этого всего тоже какие маски? Да, вот сейчас у нас, ну, азиатский регион, горный регион, всех вот проблемы пигментные пятна у наших женщин, да. Вот укроп, петрушка, она осветляет кожу. Конечно, не решить совсем, не осветлить, не удалить пигментные пятна, но помогает, вот в какой-то процент осветляется пигментные пятна. Поэтому, что можно сделать? Ну, вот такой пучочек укропа, петрушки взять, нарезать, залить кипятком, настаивать. Затем можно формочки залить и в морозильнике. Этим льдом протирать лицо утром, вечером. Также умываться этим раствором, осветляет, увлажняет кожу и в какой-то степени отбеливаются пигментные пятна. Вот, ну и переходим, да, вот уже вот у нас есть действительно яйца, у нас есть огурцы, помидоры, я так понимаю, и с ними тоже можно что-то вот придумать. Да, например, вот здесь вот есть очень хороший салат, например, французский салат, красоты называется. Туда входит яблоко, огурец и моркови. Здесь не хватает одну морковь, одно яблоко, один огурец. Нарезаем тонко, все смешиваем, заправляем либо, ну, по желанию. Ну, медом, да, можно кушать, а также в виде масочки можно накладывать наличие. Желательно, я сразу оговорюсь, желательно, я так понимаю, майонезом не заправлять подобный салат, да? Нет, конечно, там, потому что кожа будет раздражаться, поэтому либо оливковое масло, либо растительное обычное масло, либо, ну, сметана в селах всегда, я думаю, можно найти. Да, вкуснейший каймак. Да. Видите, даже как-то есть захотелось усиливать от всех этих сосков. Ну, и такой вопрос, конечно, фрукты фруктами, но все-таки некоторые косметические средства тоже нужно использовать. Я знаю, что есть определенные шаги, о которых не каждая телезрительница, возможно, информирована. Расскажите о том, какие шаги необходимо предпринимать по утрам и по вечерам для того, чтобы кожа наша всегда оставалась молодой и красивой. Да, правильно. Вот есть три пункта, которые именно необходимы для кожи. Это первое очищение идет, а потом увлажнение кожи и защита кожи. Вот красота вообще начинается с кухни и с ванной, я бы так сказала. Ну, вот утром встали, идем в ванну, смотрим, как мы ухаживаем, чем мы ухаживаем, чем умываемся, да, чем пользуемся. И вот у нас женщины, вот я поем в воскресенье хорошенько и начну с понедельника, да, они это надо сразу вот утром встали и немедленно нужно начинать правильно ухаживать и правильно питаться. Обязательно хорошо снимать косметику перед сном. Утром тоже обязательно умываться, потому что за ночь сальные железы работают, организм работает. Поэтому остатки вот продуктов, которые через поры, выброс идет на кожу, все это снимать. Увлажняем мы специальными, также опять масочками, там раз-два раза в неделю. Либо, если есть возможность, покупаем крема, у косметологов можно посоветоваться. И защищаем от солнца, потому что сейчас весна, солнце очень активное. И солнцезащитные крема, СПФ-30 нужно покупать. Вот такой вот. Ну и, наверное, раз уж мы поговорили о полезных продуктах, вы как специалист, компетентный человек, наверное, скажете, вот от чего лучше, вот скажем так, избавляться? Вот что лучше, скажем так, не употреблять? Чтобы тоже высыпаний каких-то не было. Да, потому что диатезы и прочее, 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 какие-то аллергические реакции. Знаю, что весной тоже вот этот период очень такой. Да, ну, как бы отказаться от продуктов не можем, потому что вкусы разные, и все кто-то что-то любит. Я бы хотела сказать, правильно питаться и правильное сочетание продуктов. Потому что мы, например, хорошенько, плотно поели, чаем запили и сразу же фрукты поели. Должно быть раздельное питание. Вот поели, через полчаса пить желательно, а не чай, конечно, воду, кисломолочные продукты. То есть некоторые продукты и витамины, они разрушают друг друга и неправильно сочетаются. То есть дробное питание, да, вы советуете использовать? Да. Например, фрукты нужно отдельно кушать. Также чай употреблять, пить отдельно. Воды побольше пить. Утром обязательно, как встали, стакан воды. И перед сном обязательно стакан воды. Здорово, прекрасные советы, действительно очень полезные. Спасибо вам большое. Я думаю, не только женщины, но и мужчины могут к ним прислушаться. Потому что, ну, и вот, например, по поводу стакана воды. Я себе возьму явно на вооружение, потому что не всегда бывает так, вот запоминаешь эти вещи. Но надо, надо следить за собой. Ну, а мы напомним, что у нас сегодня в гостях дерматокосметолог Джерклана Токанова. Спасибо вам огромное еще раз за такие полезные советы. Ну и, друзья, действительно, давайте придерживаться правильного питания и ухаживать за своей кожей лица, потому что не только лица, но и всего тела, потому что это самый большой и очень важный орган нашего организма. Будьте красивыми, будьте любимыми. Мы продолжаем нашу программу. Прямо... Прямо...